здравствуйте мои дорогие друзья с вами евгения таро и сайт маг эксперт.орг сегодня мы будем делать с вами прогноз так называемый гороскоп таро на июль 2019 года для тех кто родился под знаком зодиака козерог и так давайте для начала перетасуем карты в этот раз мы будем смотреть три основные сферы жизни то есть личную жизнь работу карьеру и здоровье ну и также достанем одну карту на удачу и так давайте начнем давайте узнаем какая карта выпадет на личную жизнь это восьмерка жезлов если вы сейчас в поиске любви своей второй половины то восьмерка жезлов эта карта которая указывает на то что не нужно сидеть на попе ровно нужно активничать так как в этот период вас ждет очень много новых интересных знакомств определиться с кем-то одним или одной будет пока что трудновато да и не нужно складывать пока что все яйца в одну корзинку восьмерка жезлов как правило предполагает несколько целей одновременно и надо отдать ей должное эта карта довольно поверхностная легкомысленная легкая это не про серьезные отношения пока что пока тем не менее у этого аркана есть одна старинная старинная трактовочка и звучит она так любовь с первого взгляда я надеюсь что меня смотрят в взрослые ну или по крайней мере адекватные люди и они понимают что любви с первого взгляда не существует существует влюбленность это да симпатия согласна я бы назвала это увлеченностью да конечно потом со временем это может перерасти в более серьезное более глубокое чувство такое как любовь но пока что это только легкая влюбленность флирт и кокетство более того не игнорируйте знакомство с помощью интернета или телефона так как восьмерка жезлов это все-таки карта общения и общения как правило опосредованного ну а если вы уже состоите в отношениях то для вас восьмерка жезлов может обозначать стрелы ревности также может быть период поддержания отношений на расстоянии опять же с помощью телефона или интернета конечно здесь могут быть очень горячие признание в любви и в этой карте очень мощность сексуальный подтекст соответственно загаданный нами с вами период может быть очень горячим в плане интима но смотрите если перед вами сейчас стоят задачи продолжения рода то восьмерка жезлов может обозначать зачатие и чаще всего это зачатие в виде залета так что если вы этого не планируете сами понимаете что необходимо делать а теперь давайте посмотрим на работу и карьеру выпал пустой аркан но давайте дополнительно к нему еще четверку пентаклей вытянем в теме работы и карьеры выпала пустая карта и можно подумать что эта карта обозначает пустые хлопоты и бесперспективные ожидания для кого-то из вас это действительно может быть так но я в этой карте вижу не пустоту а небо в алмазах я вижу в ней брызги шампанского и блеск бриллиантов а все эти символы обозначают только одно исполнение ваших самых заветных желаний поэтому я заговорила эту карту на удачу если вы сейчас загадаете какое-то желание связанное с вашей работой с вашей карьерой и вечером посмотрите в небо и увидите на этом ночном небе самую яркую звезду посмотрите на нее внимательно и вспомните о своем желании и она обязательно сбудется в теме работы карьеры выпала четверка пентаклей а эта карта обычно указывает на отсутствие перемен на неизменность или постоянство и сохранение своего статуса кло если вы переживаете за свою работу боитесь ее потерять не бойтесь вы крепко держитесь за свое место под солнцем и у вас его никто не отнимет если вы думаете что вы засиделись на одном месте и вам хочется как-то развиваться и достигать чего-то нового у каких-то более высоких результатов то подождите пока не время четверка пентаклей это карта стабильности они развития и перемен также она указывает и на сдержанность пока что рано проявлять какую-то активную инициативу сейчас лучше экономить энергию и подготавливать ресурсы для того чтобы в будущем было гораздо больше шансов добиться успеха и исполнения ваших желаний в сфере профессии ну а что со здоровьем давайте узнаем полюбопытствуем здесь карта справедливость я не буду слишком долго разглагольствовать об этой карте скажу только что для поддержания хорошего самочувствия и крепкого здоровья необходимо соблюдать баланс кислотно-щелочной баланс поскольку на этой карте изображены весы то возможно нужно следить за весом и соответственно балансировать свой рацион питания а так как здесь изображен еще и меч то вполне вероятно необходимо будет принимать какое-то очень важное решение относительно здоровья для некоторых могут иметь место оперативные вмешательства ну а самое слабое место в организме по данной карте это почки работа этого органа загаданный нами период может быть ослаблена ну и напоследок карту на удачу давайте достанем дама кубков если вы женщина и смотрите этот прогноз то дама кубков скорее всего указывает на вас а точнее на определенные черты характера которые в этот период могут принести вам удачу а это непосредственно женственность чувственность романтичность сентиментальность эмоциональность и творчество знаете есть такое выражение сила женщины в ее слабости так вот это точно про даму кубков если вы чего-то хотите добиться возможно будет достаточно лишь похлопать ресницами и надуть губки ну или проявить чувственность или чувствительность хотя здесь может быть еще и забота способность к эмпатии сопереживанию сочувствованию вообще дома кубков это хороший психолог который кожей чувствует других людей у этой дамы очень сильный эмоциональный интеллект и в загаданный период это ваш конек это ваша удача это то чем нужно активно пользоваться если вы не обладаете такими качествами или допустим если вы не женщина мужчина и смотрите этот прогноз то дама кубков может показывать некую женщину из вашего окружения которая в этот период будет приносить вам удачу это кто-то из ваших близких кто-то кого вы любите и кто любит вас возможно это подруга возможно это мама сестра ну для мужчин это может быть возлюбленная жена ну или может быть дочка старайтесь как можно чаще общаться с этим человеком и тогда удача будет на вашей стороне ну что ж друзья на этом благодарю вас за внимание и желаю чтобы этот месяц был для вас очень счастливым и удачно